Астрономия 16-17 веков носила утилитарный, практический характер. Ее использовали для измерения времени и определения положения корабля при путешествии по морю, где нет никаких ориентиров, кроме солнца днем и звезд ночью. Древние моряки были неплохими астрономами. Они заметили, что на небе северного полушария есть одна звезда с довольно необычными свойствами. Если все звезды в течение ночи восходят на востоке, проходят кульминацию, то есть занимают самое высокое положение над горизонтом, пересекают небесный меридиан, а затем заходят на западе, полярная звезда всегда остается на одном месте, указывая моряку, где север. Если корабль плывет на юг, по мере приближения к экватору полярная звезда будет видна все ниже и ниже, а на север все выше и выше над горизонтом. На экваторе полярная будет видна точно на горизонте, а на северном полюсе в зените. Теперь, если взять прибор для измерения углов, например, транспортир, можно довольно точно установить широту, то есть положение корабля относительно экватора Земли. К началу XVIII века у моряков было несколько средств для прокладки курса и определения положения, которые успешно использовались на многих кораблях. Кроме компаса, это были квадрант Дэвиса, а затем октант, при помощи которых мореплаватели могли достаточно уверенно определять свою широту. Но долгота все время оставалась крепким орешком. КОНЕЦ КОНЕЦ Для определения положения корабля по Луне и звездам нужно было точно знать, где они находятся. Другими словами, нужны были точные таблицы с предсказаниями их положений по всей длине маршрута вашего путешествия, которое могло длиться годы в некоторых случаях. Чтобы создать такие таблицы, нужно было выполнить огромное количество наблюдений, надежно установив небесные координаты тысяч звезд. Именно этим и занимался Флемстед в период всей своей жизни. За 42 года наблюдений ему удалось определить положение 2935 звезд, которые можно было бы использовать для определения долготы. Но на тот момент инструмента, при помощи которого можно было определить их положение относительно Луны, просто не существовало. В 1714 году Британия, по примеру других стран, публикует акт долготы и создает специальную комиссию «Совет по долготе» для рассмотрения предложений, которые могли бы привести к надежным методам определения долготы на море. В 1719 году второй королевский астроном Эдмонд Галлей занялся положением Луны. Вследствие приливного взаимодействия с Солнцем и Землей, путь, по которому движется Луна на нашем небе, всегда чуточку разный. Эта разница иногда настолько существенна, что астрономы и математики веками не могли построить достаточно хорошую модель движения Луны. Галлей решил, что если покроет своими наблюдениями весь Сарас-цикл, чуть более 18 лет, после которого вся геометрия движения Луны и взаимные положения Земли и Солнца в точности повторяются, то он сможет решить проблему. Но после опубликования таблиц этих наблюдений оказалось, что предсказанные по ним положения Луны не соответствуют действительности. Долгота продолжала ускользать из рук навигаторов. Тем временем, в 1731 году Джон Хедли изобретает отражающий квадрант, первый прибор, которым можно было измерять угловые расстояния на небе, находясь при этом на качающейся палубе корабля. Несмотря на то, что это изобретение оказалось потом ключевым в определении долготы, совет по долготе проигнорировал его. В самом деле, у Хедли был инструмент, но метода для вычисления долготы по-прежнему не было, ведь хороших таблиц положений Луны и звезд все еще не существовало. Тут в гонку вступила Российская Академия Наук. В начале 1750-х она учредила несколько серьезных денежных премий, в ответ на которые многие ученые на континенте стали усиленно готовить таблицы звезд и Луны. Больше всех преуспел Тобиас Майер, который смог первым создать таблицы достаточного качества на основе математических методов знаменитого Эйлера, своего метода и таблиц, подготовленных третьим королевским астрономом Джеймсом Брэдли в Гринвиче. Работа была опубликована в 1753 году, и сам Эйлер настоял, чтобы Майер отправил заявку в Совет по долготе. Копия таблиц вместе с инструментом, построенным для наблюдений положений звезд и Луны, в 1755 году попали к адмиралу Лорду Ансену, президенту Совета. Капитан Джон Кэмпбелл, который проводил испытания метода, заключил, что инструмент Майера менее удобный и гораздо тяжелее, чем квадрант Хэдли, но если его доработать, то им вполне можно пользоваться. Новый инструмент, сочетающий в себе достоинства приборов Майера и Хэдли, был заказан Джону Берду. В год публикации таблиц Майера инициативу снова перехватили из рук британского адмиралтейства, на этот раз французы. Астроном Лакайл был первым, который смог успешно определить долготу на основе разработанного им метода во время путешествия с мыса Доброй Надежды домой, во Францию. Лакайл опубликовал свои таблицы в 1761 году. В тот же год прошли первые испытания хронометра H4, который после долгих мучений создал Джон Харрисон. В 1762-м Невилл Маскелайн, который потом станет пятым королевским астрономом, предпринимает путешествия на остров Святой Елены для наблюдения транзита Венеры по диску Солнца, захватив с собой таблицы Майера и Лакайла. Достигнув при помощи этих таблиц точности лучшей одного градуса, он описал свой метод определения долготы, которым, впрочем, могла пользоваться лишь небольшая группа одаренных и очень усидчивых людей, поскольку даже у самого автора вычисление долготы занимало до 4 часов времени. Развязка проблемы долготы наступила в 1764-м. В этот год должны были пройти повторные испытания хронометра Харрисона. Маскелайна отправили на Барбадос, чтобы определить его координаты методом наблюдения спутников Юпитера. Это третий конкурирующий метод определения долготы, который по понятным причинам было невозможно использовать на кораблях, на которые вполне годился для Земли. Итак, Маскелайн приплыл на Барбадос, снаряженный по последнему слову науки тех лет. В сумке у него были еще и новые, уточненные таблицы Майера, которые тот успел сделать, но не успел опубликовать до своей смерти в 1762-м году. Его вдова передала таблицы в совет по долготе, и Маскелайну поручили проверить и их, чтобы два раза не вставать. Результаты наблюдений доказали, что оба метода рабочие. На их основе совет по долготе выплатил 3000 фунтов вдове Майера за таблицы, 300 фунтов самому Эйлеру за его математическую модель и 7500 фунтов Харрисону за хронометр H4. В 1767 году Маскелайн опубликовал первый морской альманах, в котором содержались положения Луны, вычисленные по отношению к ближайшим к ней на небе звездам на весь год с трехчасовыми интервалами по гринвичскому времени. Итак, чтобы определить долготу, моряку надо было измерить угол между центром Луны и звездой из списка, а также определить их высоты над горизонтом. Затем ему нужно было знать его собственное время, чтобы скорректировать положение Луны на параллакс и рефракцию. Таким образом, он получал местное время в этот момент в Гринвиче, которое теперь можно было сравнить со своим местным временем, чтобы определить долготу. Для Королевской обсерватории в Гринвиче настало звездное время. Таблицы готовились на гринвическом меридиане, а пользовались ими капитаны многих стран, что рождало и поддерживало просто-таки ажиотажный спрос на данные высокой точности о положении Луны и звезд. Огромным спросом стали пользоваться хорошие секстанты, основные инструменты навигаторов, которые также продолжали совершенствоваться. С улучшением производства, особенно с изобретением механизма насечки лондонским изготовителем приборов Джесси Рамсденом, секстанты и октанты стали меньше, точнее, ими стало удобнее измерять высоты и углы. В результате они превратились в стандартные инструменты для навигации, а также для некоторых других работ и исправно служили последующие 200 лет. Однако, развитие методов навигации, использующих астрономию, не означало отмену старых методов, таких как компас, измерение скорости корабля и других. Эти методы все равно нужно было применять каждый день, они были незаменимы в случае плохой погоды. Поэтому прикладывались постоянные усилия к улучшению этих приборов, например, магнитного компаса, а также разработки новых для измерения глубины и скорости. Метод определения долготы при помощи астрономических наблюдений долгое время был лидером. Но в 1820-х, с появлением массового производства хороших и недорогих морских хронометров, он начал постепенно терять свою популярность. В самом деле, местное время можно определить по Солнцу в полдень каждый день. Время начала отсчета лучше всего взять с собой из Лондона и хранить при помощи эталонных часов, которые должны идти с большой точностью в любых условиях, которые только можно встретить на корабле, плывущем по морю. И вот в истории Королевской обсерватории Гринвича настало, наконец, время всерьез заняться временем. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА